Первый в России новопостроенный греко-католический храм святого Иоанна Златоуста освящают 14 октября в Новокузнецке. Специально на торжество приехали более сотни иногородних паломников. Потрясающую своей красотой и символичностью литургию возглавляет экзарх Донецко-Харьковский Степан Минёк в сослужении с ординарием для российских католиков византийского обряда епископом Иосифом Вертом. Мы совершаем освящение этого храма, первого построенного в византийском стиле, так как община наша здесь в Новокузнецке, как и в некоторых других городах, двойная, греко-католическая и римо-католическая. В алтарь храма закладывают мощи святого Иоанна Златоуста. Их новокузнецкое общине передал от конгрегации восточных церквей секретарь апостольского нунца и в России Монсеньор Анте Йозич. Католическая церковь, особенно греко-католики, я думаю, что должны стать мостом между этих больших традиций Христовой, неразделенной церкви. И храм нужен, чтобы люди не только молились вместе, а чтобы жили в согласии. Я прежде всего здесь имею в виду наших братьев православных, которые тоже разделяют таинства и святыни тоже первой Вселенской Церкви. Как отмечает владыка Степан Менюк, положение греко-католической церкви в Сибири во многом схоже с ситуацией в его экзархате. Поэтому на освящение в Новокузнецк он спешно прибыл сразу по окончании синода в Америке. Вообще храм намаливается. Он намаливается с годами. Если люди приходят и молятся, когда человек, даже не верующий, выходит в такой храм, он чувствует, что этот храм намоленный. Я думаю, что если буду здесь молиться, это будет лицо Христа, которое будет отбываться каждому человеку, каждому верующему, который придет в этот храм. Переломный момент в строительстве храма теперь уже с улыбкой вспоминает настоятельного кузнецкого прихода отец Алексей Баранников. Много раз было такое, что мне казалось, нам не получится построить. Это было на фазе сбора пакета документов. Затем, когда забили первую сваю, я понял, все, назад пути нет. Сваи земли уже не выдернешь. Апостольский делегат для греко-католиков Казахстана и Средней Азии Василий Гавера в 2005 году уже пережил подобные события. Тогда в Караганде осветили первый греко-католический храм в Средней Азии. Так что свои пожелания к приходу Пресвятой Богородице непорочного зачатия он основывает на личном опыте. Освящение храма – это очень важный момент в жизни прихода. Это только начало. То есть как брак. То есть когда люди молодые венчаются в храме, это очень прекрасно все. Но за этим наступают будничные дни. Поэтому я бы хотел пожелать, чтобы эта община была очень сильная, крепка. Чтобы этот храм действительно был знаком Божьего присутствия. Итак, обе католические общины Новокузнецка и византийского, и латинского обрядов обрели новый дом, в котором им предстоит жить вместе, а с ним и новую надежду на рост и развитие. Может быть служба, так как была, так и будет, но как-то церковь уже, может быть больше народу придет, может дети пойдут. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok